Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 26 глава, 40-41 стихи. И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Толкование блаженного Феофилакта. Поразив обличением, снова успокаивает их, говоря, Хотя дух бодр, но плоть немощна, А плотская немощь противится духу. Не то, говорят, заповедуют нам, Чтобы мы были вовсе без напастей. Напасти или искушения доставляют венцы, А кто не искушен, тот и не венчается. Но то, чтобы напасть не поглотила нас, И чтоб нам не попасть в шрево-искусителя врага, Как некоего зверя. Вот о чем велит молиться, Ибо кто побежден врагом, Тот уже вошел в шрево его. Все толкование. Вот речь идет о сне. Что такое сон? Вообще тайной являются. Никакие Бехтеревы помочь тут не могут. С какой скоростью проходит, В какое время дня и ночи. Вот сон должен быть прерывистым. Вот как Леонардо да Венчи и другие. Они спали все не более трех часов. А как? А они где-то так по 20 минут Захватывали через 3 часа, допустим. Умели быстро засыпать. Как Наполеон. Я читал, и у меня свой способ этот был. Когда нужно было уснуть. Это ложишься такое, Как, допустим, фуфайку свернул. Ну, чтобы повдоль была. И ложишься, чтобы прямо под головой Вот в эту выемку была, как на седло. На конях воины, когда степняки были. Они же под голову седло ложили. Голову положишь. В других народах твердое. Подушки нет, а именно твердое. Вот так вот сделано, как в виде седла. И они так и спят с малых лет. И вот сны бывают. Бывает от Бога. Бывает от дьявола по наущению сатаны. И бывает от забот житейских. Я редко рассказываю, какие сны, Но сны бывают пророческие. Узнать сон от Бога или нет, Существует только один способ. Если ты во сне видел крест, Распятие ли в руке, Крест ли высоко стоит где-то, Разве нет крест Христов. Это на сто процентов от Бога. Святой Ян Касьян это объясняет. Потому что сатана может показать В видении, во сне, Даже Христа, Богородицу. Крест не может показать. А что? У него материала нет. Какого материала? Он на любви основан. Крест это проявление наивысшей любви, Жертвенности. А у него нету. Он человекоубийца. Вот какое определение дают. Я разговаривал с разными сектантами. Никто этого не знает. Верят всем с ним подряд. Это как монахи. Но у меня сегодня сон был. Никакого креста не было. Я просто хочу сказать. Мы вчера об этом рассуждали. Батюшка наш собирается опять в поездку по России. У меня как-то тоскливо делается. Зачем ехать? Каждый год это один и тот же путь. Заехал к Серафиму Саровскому, К мощам. К знакомым священникам. В Москву. Храм Христа Спасителя. К Сергию Радонеску. То есть один это тот же самый путь. Считают это за святость, как паломничество. Что приезжает батюшка всегда рассказывает. Ой-ой-ой. Нигде ничего нет. Стоишь ничего не понимаешь. Я-то тут хожу. Говорит. Хоть с кадилом. И ноги двигаются. А тут на одном месте в храме. Я едва достоял. Дьякон ревет. В горле как булькает что-то. Эхо раздается. Ни одного слова не понятно. Просто ревет стоит им все. И никто ничего не понимает. Я, говорит. Наизусть знаю службу. Там 35 больше лет уже он. Саня священника. Я ничего не понимаю. И вот. И у меня вот сегодня. Ну, вчера было такое. Я говорю. Ребята, давайте пойдем сегодня перед батюшкой на колени. Упадем и будем умолять. Не езди никуда. Не трать зря деньги. Прибудь с народом. Езжай на благовестие в соседнюю деревню. Ну, зачем? Труды такие. Садишься в вагон. Дальше едешь. Чужая постель. Чужая чашка. Ну, а вы же ездите. Ну, мы-то ездим. Зачем? Все сравниваете. Мы отвернулись нынешние с дальней поездки. Пятнадцать стран только проехали. Ведь в общей сложности мы проехали уже 444 города. Здесь ближнего дальнего зарубежья. В стране от Владивостока до конца. Мы еще заехали до Германии и повернули на юг. И в замыслах проехать через Грецию, Португалию, Скандинавию и Прибалтику. Вот на 14-й год у нас план был. Чего сравнивать-то? Ну, и вот во сне-то я вижу, собираются люди, куда-то что-то разъезжается. И я вижу какая-то тоска. Это сегодня. Меня Господь пять раз поднимал примерно ночью. Это очень редкий случай. Обычно два-три раза. Ну, я уже устал и сильно. А здесь только засну и опять поднем. И каждый раз помолишься. И люди разъезжаются. Надо же это того тоскливо. Я ничего не могу сделать. Вижу, как чужие люди-то. Я уткнулся в уголок и стал, как всегда, вопрошать. Господи, ты Духом Святым положи мне на сердце. Что это происходит? Я никогда, за всю жизнь, ни разу не слышал голоса. Вот говорят, Бог сказал. Как? Это внутренне. Но такой ясный, четкий голос внутренний. Через эти уши. Уши как будто нету. Тем более я глухой. И голос ясно так отвечает. Недостаток любви. Я так ахнул. Мне казалось, я рассыплюсь. И кости мои рассыпались. Я кое-как. У меня ноги ослабели. Думаю, столько силы положено. Столько жертвенности было отдано нашей братии. И приехали люди. И мы не оказали им любви. А дело в том, что вот позавчера только у нас был престольный праздник. И приезжали четыре священника. Бывший секретарь Московской патриархии Алтайской епархии Сергея Беляев. Сегодняшний секретарь. Бывший секретарь из Новоалтайска и из Покровского главного собора в Барнауле. Как мы беседовали, проводили, наградили, послали. Батюшка вчера ей говорит у секретаря, у него шестеро ребятишек. И батюшка, а вещи где же? Я, говорит, полбарана ему отправил вчера с нашими братьями. Ну, и вдруг недостаток любви. Но речь шла не ко мне, а к людям, которые незнакомые, которые были уже от ни одного нашего там не было. Это сон, я как сон рассказываю. И люди-то продолжают разъезжать это. Я кое-как вышел. Губы разлепить не могу. У меня такая смертная тоска взяла. Я даже сейчас говорю не могу. Господи, Боже мой. Да для чего же мы живем тогда, если у нас недостаток любви-то? Но все по-хорошему, так благочестиво внешне. А недостаток любви? Где недостаток любви? В тех, которые разъезжаются. Почему они не дружат? Я говорю, повторяю, нашего ни одного там не было. И я никакого участия в этом не принимал. Просто был как бы сторонний наблюдатель стоял. Это очень интересный сон-то. Я тогда к людям подошел. И первое слово говорю. Братья, вы поверьте мне. Поверьте полностью на 100%. Мне не нужна ваша вера на 95%. Что я сейчас быстро помолился, как всегда. И Бог в Духе Святом мне ответил. Что мы живем в недостатке любви. Сказал, руками закрылся, заплакал и отошел в сторону. И проснулся, и все еще у меня бывает такое. Я проснусь и плачу еще, продолжаю. Может от того, что настроен на это. 10-12 раз в день становишься на молитву. Но на душе все еще я встал. И все еще тоска. Намерение свое пойти перед батюшком упасть на колени. И попытаться попросить его, чтобы он не ездил. Но он все равно поедет. Это я знаю. Но чтобы не быть виновным. Он уезжает, как будто мы его теряем. Тем более у него сердце. Уже там операцию делали. Какую-то пружинку вставляли. Не за чем ехать, батюшка. Да поживи ты здесь. Ходи грибы собирай, рыбачь. Тут такой вот дали ехать. Город Тула. Тула. А там в Белоруссии, там отец Петр. Знаешь, ты никуда. У него замкнутый круг. Мы-то каждый год. В прошлом году мы проехали до Владивостока, Камчатки. Все области. По району, по району прошли мы. Полностью Алтайский край. Это 64 района. Это, кажется, полностью Новосибирскую область, Кемеровская, Красноярский край, Томская область. Ну и большие города. Большие города. Не только областные краевые. Владивосток, находка. Закончили. А нынче уж говорить не надо. Все Южные республики мусульманские прошли. Молились. Какие встречи были. Но что сравнить? Или я поеду просто ехать? И у меня вчера это возникло желание. Вот что я только о сне сейчас говорю. Плоть немощна. У меня было одно время, я забунтовал, что спать надо там 7 часов, 6. Почему я должен третью часть жизни отдавать на сон? А против кого бунтую-то? Против самого себя, что я такой небрежный балбес. И я начал урезать 10 минут, там 5 минут. И постепенно, гляжу, у меня уже 4 часа хватает. Я вполне выспавшийся. Вполне. Я просто знаю, как быстро засыпать. За мной наблюдали, я засыпаю примерно за 17 секунд. Ложусь. У меня подушка такая продольная, твердая под голову. Руки на груди сложить надо. Вот так вот. И чтобы рука, руку не задевали. А, видишь, уже греть начинает. Ну, не надо ничего. Скажут, да это какое-то волшебство. Это знание анатомии тела. Я считаю молитву всегда перед сном. До воскресняет Бог. И не могу прочитать. Я уже уснул. Второй раз начинаю. Опять заснул. Я знаю, мне надо прочитать. Я тогда сяду, сидя. А голова падает. И дошел, сон встал три часа. Три часа. Дальше я попробовал. Не идет. Почему? Я стал на ходу засыпать. И потом нахожу, что Костяки Лизаров так спал. Арсений Великий говорит, монаху достаточно один час. Это можно трудиться над этим. Сон это основной показатель твоей духовной жизни. Я как-то прочитал, есть такая газета, ЩИТ, это орган МВД, центральная газета, милицейская. И они пишут о террористах. И вот интервью у них берут, да все молодые шахиды. Ну, если бы я был неверующий, я пошел бы в шахиды, в православные. Ну, и их распорядок спрашивает, и корреспондент спрашивает, скажи, а вот в вашу среду могут бы внедриться там, вот вы воюете там, Палестина, за Израиль, в Израиле. Ну, евреи ведь с тобой, вы похожие друг на друга, знания, языка, все у него есть. Он говорит, нет, это невозможно. Ну, ваши же как-то внедряются, наши могут у них внедриться. А они к нам нет. Я сам в свое время готовился стать террористом, мне это все близко. И я думаю, вот это да. Нашел ответ. А почему? А вот послушайте, какой наш распорядок. Во сколько ложатся спать, во сколько встают, и каждую ночь три раза мы встаем молиться намаз совершать. Три раза. Поэтому, если из них в нашу среду кто-то был внедрен, и он это делает недобровольно, он не выдержит. Он или с ума сойдет, вот это особенно меня коснулось, с ума сойдет, или он разоблачит себя. Мы же видим друг друга, как мы молимся. Молитва, определитель того, шпион это или не шпион, близкий этот человек или нет. У меня были люди, верующие, жили. В конечном счете, их начинает это томить. Вот мы живем, вот трое братьев здесь, летом приезжает брат. Нас это не томит. Мы работаем, где обязательно. Один приходит, давно молился? Нет. Я вчера только помолился, посмотрел уже, десятый заход был. Просто говорю для опыта, не то, что там похвалиться. Это радость. Каждое моление семь минут, это три святое, паучье наш, и сто поклонов. Сто поклонов можешь расширять. Медленно молиться, все нужно открывать. Да только что молился, но тут же сразу скорее опять встали. Опять, вот они мои щетки, вот они. Это главное мое оружие. И становишься. А что, без них нельзя? Да можно, ну, это принято так. У мусульман есть, у буддистов есть. Ну, только разное количество. У буддистов 108, у нас там 100, может быть, меньше 50. Но я люблю 100. Я рассказывал это. Вот какое дело. Нельзя пренебрегать мировым опытом. Это настраивает другое, потому что тело связано с душою. Вот он сон. Плоть немощная. Немощная, но в этой немощи мы должны найти моменты соединения с Богом. Я сегодня, я никакой, что я сказал-то, недостаток любви. Да это все говорят. Но почувствовать вот так, что это свыше. И разъезжаются люди, а я это вижу. Душа моя замерла во мне. Оледенела буквально. Пожалуйста. Евангелие от Матфея, 26 глава, 42 по 44 стихи. Еще отойдя в другой раз, молился, говоря. Отче мой, если не может чаша себя миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя. И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив их, отошел опять и молился в третий раз, сказав то же слово. Толкование. Учись человек непрестанно молиться в искушениях, слыша, что и Господь многократно молился. Найдя их опять спящими, Господь, дабы не оскорбить их, уже не стал обличать, но оставил их и пошел молиться в третий раз, уверяя таким образом в своем человечестве. Ибо число 3 есть знак истины и достоверности. Все толкование. Опять все это про сон. Вот истинность, достоверность, как бы так. А вот иные говорят, а я видел сон, и он повторился. Это от Бога. Но если Сатана обманул один раз, он и трижды. Даже эти трижды не истинность и не достоверность. Хотя у Бога это неоднократно. Мы это принимаем от блаженного Феофилакта. Но Сатана и здесь может все сделать. Он все может сделать и показать. Спрашивает, а что Сатана не может сделать, чтобы не обольстить? Я повторяю, все. Вспомните, Моисей пришел, бросил жезл, в змея превратился. И волхвы бросили жезлы свои, тоже в змея. Но Моисей в змея пожрал их, и свой жезл он взял, змея снова в золоте встали, без палок пошли домой. Понимаете? Вот дальше шло, шло, и наконец наступил момент, где они уже не могут. Дальше они не могли. Но есть одно знамение, то есть от Бога. Бог показывает какое-то чудо, которое Сатана никогда нигде не мог сделать. Никогда нигде. Он пытался это делать миллионы раз, не сделал и не сделает. Я когда говорю это, это даже священники не знают. И что, и сейчас Сатана не может сделать? Не может. Да сейчас такая техника, он может через телевидение там. Не может и сегодня этого сделать. И ни в одном фильме они этого показать не могут. Вообще интересно. До фильмов можно сегодня сделать, знаешь как, скомпоновать. Может быть и так. Одно на другое наложить. Но они почему-то этого не делают. Я их заинтересовываю вот таким вступлением. А что, из уст грудных детей сделал хвалу, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Сатана не может сделать, чтобы младенец на руках матери завернутый восхвалял Бога, там, Сатану или Антихриста. Ни один ребенок на руках матери не кричал «Хайль Гитлер!» И ни один не кричал «За родину за Сталина!» и прочее. Ни один. Ни один не закричал, что слушайте Ленина. Вот какое знамение единственное, которое Сатана не может сделать безмолвным врага и мстителя. Он не может это, он безмолвен, он молчит. Я стал смотреть, действительно, нигде этого нет. Нигде в мировой литературе не нашел, ни в кинофильмах, нигде, чтобы... Ну, они делают всякие чудеса, там и возносятся, и как адвентисты ставят фильм, что вдруг пеленки и здесь, а человека нет. Ребенок был, коляска осталась, вознесся. Но это чудо никто не может показать. Я думаю, ну, сегодня разная светотехника могли бы так это сделать. Нету этого. Видимо, даже имитации не дозволяются Господом. Ах, какое же это чудо, ребенок маленький на руках. Не в ребенке чудо-то. А что через ребенка Дух Святой говорит слова благословен грядущего имя Господня, Осана Вышних. Вот в чем смысл-то. Что малые дети, и поэтому меня всегда интересует. Вот учителя я спрашиваю, у вас идет воскресная школа, да. А вы могли бы показать мне ребенка, который избран Богом? Ну да как, все же ходят на занятия, в уроке отвечают. Он не понимает, что я спрашиваю. Это много званых. Родители привели детей, ему девать себя некуда. Ребенок ходит на урок физкультуры, балетный зал, пение с уклоном в иностранные языки. Но избранника вы можете определить? Ну а как его определить? Не знаете как? Молитва, уединение, желание ребенка побеседовать с Богом, желание слушать божественную повесть. Он задает вопросы. Вы таких детей имеете в воскресных школах? Сразу останавливается. У нас есть ребятишки такие. Начинает говорить, на пятерки отвечает. Ну Жей, наверное, не отвечала на пятерки, но ответила, как не попасть в ад. Нужно не болеть и не умирать. И в ад не попадешь. Вот так. Сон. Это главный определитель. Когда я знакомлюсь с людьми, ну начинаем, я говорю, можете вопрос это лично задать? Так. Ты принимаешь все в православной вере? Да, я все, я посты соблюдаю, причащаюсь. Ты меня прости, пожалуйста. Я спрошу, как Лев Толстой говорит. Одно. Неженатый парень. Ты женщину познал или не познал? А юноша этот ответил, в армию идет. Нет, не знаю. И Лев Толстой ответил. Я, говорит, стар стал, слаб глазами-то. Я прослезился, утер слезы и сказал, молодец. Ты можешь вернуться с войны живым. Ты в дальнейшем на невесту будешь смотреть, как на подругу, как на сокровище. Познавший женщину на каждую, даже на мать, на сестру будешь смотреть, как на объект наслаждения. Вот целомудрие в детях надо посеять. Целомудрие. Они этого слова не знают. Стыдливость в девочках. Вот мусульманство здесь для нас абсолютный образец. Я спрашивал. Я говорю, вот вы, мулы, беседуете. Вы знаете, что какое? Конечно, мы знаем. Но у вас есть вот что, не девственницы? Есть, конечно. Я говорю, а какие они? А почему? А вообще какая сохранность? Я говорю, сто процентов. А сказали, что не все. А это новые русские, пришедшие мусульманства. И они приходят там, шестой, седьмой класс уже не девственницы. Не говоря о восьмом. Вот как. Такие достойны смерти. Но они приняли мусульманство. И эта беда была не у нас. Если бы она была мусульманкой, это было бы, ее бы убили. Ее бы брат убил, зарезал. Вот как. По этой строгости. Сто процентная сохранность девственности. Поэтому нам, да мусульман, как от земли до неба. И поэтому не поносить надо их, а учиться доброму. Молитве и сохранению девственности. Вот два пункта хотя бы. Два пункта. А мы можем дать слово о Христе. Об избавлении от смерти. Чего они не знают. Барана не спасает. Спасает Агнец Божий. Взошедший на Голговский крест. Это я все к этому добавку. Пожалуйста. От Матфея 26, 45-46 Тогда приходит к ученикам своим и говорит им Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час. И сын человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. Толкование. Показывая, что не имеет нужды в их помощи. Когда намерен был предаться. Краткое толкование. Дальше. 47-й и далее. По 50-й стихи. И когда еще говорил он. Вот Иуда один из двенадцати пришел. И с ним множество народа с мечами и колями. От первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак. Сказал, кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, радуйся, рови. И поцеловал его. Иисус же сказал ему, друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. Толкование. Посему бойся и ты, человек, чтоб не ослабеть и не отпасть. Хотя бы и был ты из ближайших к Иисусу. Иуда подает знак отчасти потому, что была ночь. И они не могли распознать Иисуса. Особенно же потому, что пришедших взять Иисуса было не столько из простого народа. Сколько из числа слуг архиерейских, которые, может быть, и вовсе не знали Иисуса. Ученик указывает им, учителя, целованием. Зная человеколюбие Господа, он без зазрения целует его. И Господь терпит до самого последнего часа, желая привести его к покаянию своим долготерпением. Когда же он и этим не вразумился, тогда Господь творит то, что они, как говорит Иоанн, пали на землю, дабы хотя через падение познали силу его. Но безумные и после этого не уразумели его. Тогда он предал себя им. Иуду называют Господь другом, в смысле укоризны, за то, что он, как будто, друг, дает ему лапзание. Таким образом, изобличает его, как льстеца. Все толкование. Вот относительно безумный. Кто назовет брата безумным, достоин и проще, Господь говорит. А как же тут, говорит, безумные? Притом слово безумный сказал безумным сердцем своем, нет Бога. И мы это считаем. Брату, который молится, который признает Христа, ему нельзя говорить. А Иоанн Затаус, говоря проповедь о людях, которые окружают язычники, он говорит, безумнейший из безумных, кто не признает, что есть Творец, который создал этот мир, солнце, звезды. Когда все этой неописуемой красотой тайной, тайной покрыто. По сегодняшний день не знает, есть ли зачатки жизни какой-то там молекулярные, хотя бы на Марсе, даже сегодня. И вот Господь разговаривает с учениками своими, нас там нет. Подходит Иуда, целует. А в жизни сколько так получалось? Вот приезжали священники, я им рассказываю, где мы благовествуем. Если священники узнали, что мы там, они спящие, псы бредящие лежа, немогущие лаять. Тут они поднимают свой голос лютых волков, вызывают милицию. Это абсолютно везде, где мы были. И я им рассказываю, это у нас заснято на видео. Я это все подал епископу, одному, другому. Ну, вызовите священников, они же в нашей Алтайской епархии-то. И они на сто процентов знают. Батюшку знают, меня знают, книги читали. Но они не могут ничего сделать. Почему? Это сергианство. Это предательство митрополитам Сергием в церкви, конкордат с властью, даже полное подчинение им. Вот отсюда все это идет. А внешне говорят, подходят, целуются, приветствуют. Иудина целование-то не дают. И сейчас нас гнут они под патриархию. Уже как будто бы нас, называется, обратали, узду надели на нас. Уже указы пытаются издавать. А мы им не принадлежим. Ни в коей мере. И вот от Аллахских я все с настороженностью принимаю. Да, вижу, есть священники, есть. Не все, единицы, которые нас знают, тебе дают проповедовать мне в храмах. Там стихаря блекут, как отец Кирилл Сахаров. А остальные они слепые. Слепые и мертвые. А тут он бьется из-за чего? Как будто я от него пасту уведу, и у него дохода не будет. Он с голоду помрет. У него в мыслях-то что? Куда-то народ уйдет. Я говорю, что ты сейчас-то беснуешься-то? И народу заранее говоришь неправду. Ты знаешь, что это неправда? Да, знаю. И говоришь, а что делать-то? Вы же неправославные. Ну, ты же знаешь, что православные. Знаю, но я не могу по-другому. Они прям слова выговаривают эти дела. И поэтому вот этот поцелуй Иуды я ощущаю постоянно на себе. Целованием предают. И тут же идут в милицию, заявляют, вызывают, называют нас свидетели Иегова. То американские шпионы, то что-то. Когда меня судили, самые поганые, самые лживые показания давали священники. Один выходит, а уже записал он, что Игнатий Лапкин, он вред приносит церкви. Он ждет мессию с запада. Я говорю, это Михаил Скачков говорил в Барнауле. Я говорю, я отец Михаил на суде, перед судей говорю. Отец Михаил, я жду Христа, грядущего на облаках силой и славой великою. Вот откуда я его жду. Но мы попросили друг у друга прощения. Да простит его Бог, он уже на том свете. И слово по селу Иуды как будто нас не касается. Но когда задумаешься, он касается. Когда вот начинают прощенное воскресенье, и в это прощенное воскресенье идут и прости Христа ради, прости Христа ради, прости Христа ради. Ну ты прости его так, чтобы не вспоминать. Чтобы никогда не вспоминать. Прости Христа ради. Это у старобрядцев особенно развито. А дальше опять этот поцелуй Иуды дал, и дальше опять идет, предает. То есть мы ежедневно можем это дело увидеть. Пожалуйста. Без пяти уже. Без пяти уже, ну и все на сегодня. Видите, мы берем не толкование, я его не трогаю, блаженного эфилакта, а именно вот к сегодняшнему дню, как это слово относится. Это утром принесла мышку, вот это вот. А это играло, я хотел ее оставить, чтобы он поиграл. А он уже после сна-то играть не стал. Давай ее сразу жевать. Вот, а это мамка его подошла, подобрала. Это он не может съесть желудок твердый, видимо. А это подошла, помогла. Ну, слава Богу, нам день предлежит впереди, мы помолились. А я сегодня еще до молитвы, тут что-то мы долго с компьютером его от вируса освобождали. Я уже уселся запись сделать. А сейчас думаю, что может как-то надо будет именно так сделать, посмотреть, какие-то у нас изменения будут. Краткая молитва, три поклона, а после записи в этот блаженного эфилакта тогда начать молиться. Вот так. Чтобы не было у нас недостатка любви. Вот так. Слава Христу! Благословен.